Всем привет! Сегодня хочу показать, как я делаю фончозу. Тоже получается очень вкусно. На два человека я беру одну филешку, режу ее небольшими кусочками и обжариваю на сковородке. Чуть-чуть растительного масла сюда немножечко подогреваем и отправляем сюда нашу курочку. Сюда добавляем соевый соус. Я всегда к курочке добавляю, мне очень нравится. Приправа для курицы, какая у вас имеется, либо какая другая вам больше нравится, которая. И все, и закрываем крышечкой и немножко обжариваем до готовности. Дальше берем лучок, морковку. Морковку я потерла на корейской терке. И лук я буду тоже тереть, но вы режьте кольцами, потому что меня не любит муж лук, чтобы попадался. А его можно порезать кольцами, будет очень замечательно. Чесночок мелко нарезаем, просто вот так вот слегка, легонько, да, зубчика три. Ну, смотрите, по своему вкусу, как вы его любите, поострее или не очень. Все-все готово у нас. Дальше курочка вот так вот у нас красиво зарумянилась. Мы ее со сковородки снимаем. И на этом же масле жарим непосредственно морковку, лучок и чеснок. Слегка доводим до готовности, чтобы чуть-чуть морковка стала помягче. Лучок обжарился немножко. Я все за раз делаю. Можно обжаривать по отдельной, если вы лук порезали. Морковку отдельно потом. Далее переходим к перчику. Берем половинку перца, нарезаем его кубиком. И также берем помидорки, тоже слегка нарезаем. На помидорках я готовлю весной. Пока не очень хорошие помидорки. Их тоже слегка обжарю на сковороде. Все, вот морковка чуть-чуть такая стала помягче, поджарилась, да, приготовилась. Уже симпатично, очень ароматно, кстати, хочу сказать вам. И сюда отправляем наш перчик и помидорку. Если у вас будут супер вкусные помидоры, сладкие уже, да, такие, то, в принципе, это делать не надо. Будет тоже очень вкусно. И все, немножечко даем потомиться. Фунчоза мне вот такая, в принципе, нормальная вермишелька. Я беру два кусочка ее и заливаю кипятком, оставляю на минут 5-7. Огурчики тоже мелко нарезаем кубиком. И отправляем нашу мисочку большую, где мы будем все это дело перемешивать. Далее сюда нашу зажарку, поджарку, да, овощи. Сюда же отправляем фунчозу. Фунчозу нужно обязательно промыть холодной водой. А курочка туда отправляется. И вот такая заправка. Но что хочу сказать, что-то заправка не очень была эта. Она такая немножко, много как будто уксуса, остринки нет. До этого попадалось бы, вкуснее было. И все слегка так вот перемешиваем. Говорят, этот салат подают горячим. Но мне нравится почему-то, когда он немножечко постоит и остынет, как бы настоится. Можно сделать в таких вот красивых чашечках. Разложить, да, порционные. И сверху немножечко посыпаем кунжутом. Получается очень вкусно, сытно. Так, пп опять-то у нас, да, почти все пп на правильном питании. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!